всем привет уважаемые гости спасибо что зашли на огонек хочу немного всколыхнуть скучную жизнь youtube а вот хорошим показом таким сочным красивым из ряда вон как обычно мы это любим потому что не побоюсь этого слова и не побоюсь похвалить эти вещи так как они встречаются не часто барахолки мы с вами посещаем посещаем что мы там видим видим всякое да есть какие-то вещи вот но у нас есть свои критерии не всегда мы их покупаем вот допустим на какие-то вещи не особо которые мне нравятся я не считаю что их даже нужно показывать снимать для количества для того чтобы видео было там 30-40 минут я не думаю что это правильно пока что стараюсь показывать вот такие рафинированные какие-то вещи интересные которые сами за себя говорят их не нужно особо там нахваливать поэтому не часто встретишь вот так вот подсуммируем интро нашего небольшого обзора не часто встретишь вещи которые просто вот показал и даже говорить ничего не нужно вот эти красивые вазы кувшины показываю просто по причине того что вы их допустим но у нас не видели на канале да вот и все вот такая вот причина я хочу чтобы это было зафиксировано в памяти нашей такая знаете интересная фраза да хотя эти вещи они они вечные и не нужно их особо переживать за то что они там потускнее и побледнее главное меньше солнца больше любви но это относительно фарфора больше любви к нему я имею ввиду к фарфору и все будет хорошо вот посредине огромная ваза кайзер ручной работы очень редкая серия софи большое везение было эту вазу приобрести увидеть ну сразу я вижу эта форма она для меня сразу знаете какой маркер это кайзер что кайзер это ребята это такая мануфактура что комментарии излишни причем производство практически остановлено ну естественно кто будет в наше время создавать вот такие высокохудожественные объекты объекты конечно никто при вот такой конкуренции которые там из-за рубежа навалилось то есть все ремесла вот эти они уже все можно сказать приказали долго жить вот но история циклично и поэтому вот такой виток спирали сейчас когда славный немецкий фарфор победитель практически всего фарфора который в современности я считаю тогда потому что во первых при такой массовости сохранять такое качество это не каждый не каждый способен да тем не менее эти мануфактуры делали огромное количество серий вот именно сейчас речь идет о кайзере и каждая серия включала в себе огромное количество предметов и качество этих предметов невзирая что серия большая было высочайшим да так как вот и это ваза она имеет естественно второй рисунок с той стороны мы потом как-нибудь обойдем я покажу то есть великолепно серия софи не буду ее поднимать она невзирая на огромные размеры она в принципе легкая ваза ваза напольная шикарная вот естественно было мною приобретена сравнительно недавно великолепный букет узнаваемая форма и размер 55 сантиметров что конечно опять же повторяюсь не видно не видно камера всегда делает вещи меньше вот но поверьте мне это именно то 55 сантиметров вот такая шикарная кайзер ну что что может быть лучше кайзера как пел классик ах оставьте ненужные споры я себе уже все доказал лучше кайзера ведь только кайзер тот который ты не покупал тот который я не покупал но обязательно куплю вот так вот вот так вот все и происходит рядом ребята ухань редчайшая серия то есть настолько была выпущена маленькими тиражами что ну просто это это просто смешно но почему маленькими огромная трудоемкость понимаете огромнейшая сложность той серии ухань если кто-то хоть когда-нибудь задумывался над тем что вот это настоящая ручная работа что это настоящая так сказать хан мали рай то есть это роспись выражаясь нашим языком то представьте себе трудоемкость этого процесса это не в сказке сказать не первого писать данном случае вот такая ваза тоже высокая сантиметров 40 сантиметров 40 серия ухань ваза для цветов невероятной красоты невероятно необходимости в хозяйстве понимаете но эта вещь это не не те не те не те массовые продукты которые продаются в баумарктах то есть ну в хозяйственных магазинах так сказать назовем это вещи которые это эксклюзив смотрите на все эти витиеватости все эти тончайшие тончайшие линии красота просто невероятная редкость невероятная вот очень давно это ваза уже здесь вот вместе с чайницей года четыре и четыре года назад естественно мы заинтересовались вообще серийностью вот этой кайзеровской серийностью что у них вот карл носик огромное количество проектов и пытались что-то еще купить найти но вот не купили не говорю к сожалению потому что ну какое может быть сожаление не попалось вот ничего так сказать из этого и естественно вот эти вещи так вот и остались вот высокая ваза для цветов ухань и великолепная чайница чудеснейшие вот ухани ребят посмотрите на эту марку западная германия допустим модель номер 31 но просто качество зашкаливает просто посмотрите великолепное качество вот с удовольствием бы конечно купили бы еще но не попадалось не то что не попадалось просто нет величайшая серия карл носик был большой фанат китайских орнаментов китайских рисунков декоров которые но это очень древние это там 5000 лет и естественно был под впечатлением и создал целые группы художников привлекал специалистов из-за рубежа у них был совет директоров у них происходили дизайнерские совещания то есть все это очень серьезно очень это просто это не просто какие-то знаете импровизации на тему то есть эти вещи они очень достоверны и они встречались в росписи китайского фарфора древнейшего тысячелетнего великолепного легчайшего вот поэтому и были основаны серии нанкинг и тайвань и пекин и так далее так далее естественно ухань ну и еще ряд не буду сейчас долго вас этим грузить вот вот такая вот вот такая вот вот прекрасная тема до софии ухань и денис тоже большая серия вот попалась такая ваза шикарная ваза с двух сторон рисунки чудеснейшая ваза кайзер с удовольствием мы ее купили плавно ну что плавно давайте сразу рассмотрим вот эти четыре предмета это очень нидлик и говоря нашим языком мило то есть вот именно мило очень хорошо это слово и определение можно применить вот к этим четырем вещам это оливинтер это хучинройтер это месяцы календарь 12 месяцев то есть все как доктор прописал все это очень интересные прекрасные вещи и я не могу это не рассматривать как посыл как какой-то луч сигнал от вселенной что недавно практически но недавно ну две-три недели назад вот удалось купить вот этот комплект месяц ноябрь представляете вот сейчас у нас октябрь это ноябрь то есть ну 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 как это не расценить как послание вселенной вот хороший знак понимаете именно именно хороший знак и подтверждение того что мы на правильном пути не может не радовать естественно это не все предметы которые в этой серии находятся здесь могут быть еще наперстки то есть это просто но не встречалась пока еще вот там но где-то 12 там вот хотелось бы вот полностью 12 месяцев иметь высокохудожественная работа вот посмотрите да подсвечник оливинтер все здесь указано все здесь написано все ноябрь там ну что говорить вот даже на стеночке видите здесь тесемочка или леска какая-то осталась модель номер 45 очень мило и конечно шкатулка уже шкатулочки у нас проходили по делу вы это должны помнить и вот видите ноябрь да вот не было у нас ноября вот теперь есть это очень прекрасно радостно что все идет логично логично развивается все это оливинтер все это прошу вас и добро пожаловать и конечно же колокольчик ноябрьский колокольчик птичка а как мы с вами уже говорили птицы и цветы это самые востребованные сюжеты потому что это позитив вообще никаких вопросов к этому да это не то что там какая-то информация какая-то агитация кто-то зовет куда-то предлагает там навязывает это все природа это все о доброте вот и вот такие три красавца германия будьте любезны здесь еще сохранилась наклейка хант гемальт номер то есть абсолютно ручная работа массивен этот кувшин ну сейчас это уже не производится тысячу раз повторяю чтобы никто не подумал чтобы никто и не поверил то что это еще актуально нет это уже для германии прошедшее так сказать время высококачественная работа художник или художница наносили вот такие орнаменты все это ручная роспись а потом сверху глазурировалась то есть это очень имеется здесь степень износ износ износостойкости высочайший то есть его просто износить практически невозможно ну и конечно слава богу прекрасная великолепная циновая крышка графин кувшин то есть для вина или каких-либо либо напитков но все-таки для вина я вам скажу все-таки для вина потому что пиво вино это ну два актуальных продукта которые до сих пор германии производят успешно много во всех землях мало того в каждой деревеньке в селе там были небольшом городке проходят фесты посвященную вину местному вот в нашем крае выращиваются винные сорта которые идут на брюд на кислоту вот такие вот сухие но очень довольно приличного качества также форма бутылки присущие франконе и вот этот бокс бойтель такой закругленный то есть это визитная карточка ну не буду говорить это да это сохранилось вопросов нет но вот такие вещи конечно же уже не производятся поэтому вот такой шикарнейший вот великолепнейший графин для вина здесь собственно говоря у нас и сбор винограда сюжет шикарный ручная роспись великолепная крышка смотрите тут и виноград вам но тематика абсолютно понятно вот явно праздник вот девушка корзинка полная винограда а здесь уже танцы по полной программе народ уже позволил себе немножко разойтись вот и сразу же согласился и разошелся то есть расходился вот такой вот шикарнейший это кстати фарфор это глина обожженная потом сверху крытьем покрыта была розовым и далее эти рисунки потом это глазурь сверху то есть очень крепко и надежно посмотрите здесь даже крышка с виноградной не с виноградными гроздьями очень дорогая работа это винтаж смотрите хандверк зигель то есть это мастерская которая изготовляла эти крышки цинги сырай это были целые такие вот ремесленные объединения которые отливали для производителей разнообразных кружек и кувшина вот можно сказать отливали такие вот великолепные массивные красивые крышки гисерай это но как бы литейная мастерская если так разобраться вот такой чудеснейший великолепнейший два года назад я приобрел великолепный симпатичный кувшин рядом находится шикарный кайзер настоящий кобальт посмотрите циновое основание это тоже парфор высокий огромный потрясающий винтажный и смотрите как удачно та же самая литейная мастерская вот ее печать зигель вот то есть очень все по-настоящему этого давно нет этого давно никто уже не делает но эти вещи просто прекрасны просто великолепны посмотрите какая стать как красиво прилягает ручка вообще все аккуратно без шероховатости бизнес то есть качество изделия просто перфектная тоже фарфор дальше белое крытье и сложнейший тональный тонированный то есть все на оттенках все на таких вот детализация вот такая все вот принципе сделано здесь одним цветом но тем не менее в том-то и смысл кобальтовой росписи что это как бы один цвет синий вот такой цвет настроения синий но за счет оттенков имеем 3d объем шикарный большая кстати редкость за всю историю вот нашего так сказать канала вот второй такой попадается пока что вот в дальнейшем надеемся вот что еще при купе ну что там говорить вот такая шикарнейшая вещь козеровский высокий кстати высокий если взять у нас ухань где-то но вот это 55 ухань там ладно значит 38 может быть но практически так вот 30 сантиметров очень хороший замечательная тонкое горло вообще функциональность этих предметов вы себе представить не можете вот попробуйте как-нибудь вот хорошенько воспользоваться и вы будете в восторге как хорошо идет напиток из него как аккуратно никаких капель то есть точность исполнения достоверность просто я вам гарантирую вот так вот вот так вот ребята я вам показал шикарные вещи вот перейду вот кратненько сюда это замечательное любимые везде такие вот забавы это набор для художественной вышивки полный комплект винта сейчас тоже этим уже никто не занимается понимаете и в чем прелесть что это именно немецкие вещи это не сами понимаете из какой страны завезены они ниоткуда не завезены это германия когда-то видите все это производила здесь здесь имеется и иголочка здесь имеются даже нитки вот ну как говорится рама ну все здесь я небольшой специалист в этой области но мне кажется это очень красиво это винтажно вот иголочка здесь нитки для того чтобы оживить этих птичек придать им так сказать объем и настроение все это здесь уже есть 19 на 23 размер вот такие вот шикарные великолепно это еще оттуда времена не знаю 70 наверно может быть где-то так я так считаю точно солидно так что вы смотрите как это все красиво смотрится как это все птично цветисто по кайзерский по хучинройтовский можно даже сказать вот такая вот интересная палитра да поэтому ребята всем и девчата всем мира добра заходите в гости и до новых волнительных встреч удачи и здоровья